Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». Каково это совмещать работу режиссера, сценариста и актрисы? Поговорим об этом сегодня с Анной Легчиловой. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Когда вы последний раз были в родном своем Минске? В своем родном Минске я ездила, кстати, с сыном, и это было лето. Это было июнь. Вот это лето, да? Это лето, да. Мы туда заехали буквально на 4 дня. С Ванькой, кстати, мы еще в прошлом году ездили как раз на кладбище к родителям, и они, к сожалению, умерли, и папа, и мама. Но у меня там живет родной брат. Младший. Младший, да, и у меня там живут друзья. Поэтому есть с кем повидаться, с кем пообщаться, узнать новости белорусские. Вот. А как вот брат отреагировал, что он племянником обзавелся, ну, в таком, в общем, возрасте уже, ну, софи, ну, что у него, что у его сестренки старшие вдруг появился? Ну, слушайте, ну, он очень смешной. Я говорю, ну, все, поздравляю, ты дядя. Он такой, да, ну, что? Ты в огонь, что ли? Ну, он так, ну, забавно. Ну, я всегда такой, как моя мама говорила, тихушник. Я никогда не говорю заранее. Никогда. Даже родным не сказали. Нет, ну, мамы уже не было, к сожалению, и папы уже не было. Вот был брат, и так как это была такая долгая история и долгий путь, то я боялась сглазить саму себя. А я такой глазливый человек. Сама себя, серьезно. Я вот никогда, мама моя знала, что я никогда ничего не говорю до последнего. Даже со свадьбой я такая помню. Мам, послезавтра свадьба. Мама говорит, да, еду. Ну, потому что она знала, что если я скажу заранее, что-нибудь случится. Если я скажу, что я пойду в баню, эта баня сгорит. Я не шучу. Вот Игорь до сих пор не может к этому привыкнуть. Игорь Бочкин, мы просто для зрителей, скажем, народный артист, ваш супруг. Мой муж до сих пор к этому не может привыкнуть, а я просто знаю себя. Я не знаю, что это. Это понятно, что что-то в голове у меня, но вот я вот тяну вот прям до последнего. Вас, кстати, не смутило, что вы стали четвертой женой? Нет, не смутило. То есть вы сразу решили, что будете последней? А, слушайте, вот у меня есть такое. Это было до моей эры. Вот все, что было до меня, это не считается. Безонно. Потому что моя история, это моя история. И мой человек на моем пути, это мой человек на моем пути. Поэтому я никогда не лезу. Мне кто-то недавно спросил, Аня, а что ты думала, когда ты поступала на режиссерские курсы? Я говорю, я не помню, что я думала. Мне нужно вернуться в то время, залезть в свои мозги и вспомнить, что я тогда, какие у меня тогда были цели. То есть я не могу даже себя идентифицировать стоя себя, потому что это была другая Аня. То есть как бы я, но у нее были какие-то свои там цели и задачи. Вот мы с вами коротко очень переговорили до начала эфира про то, что вы только в одном из фильмов, которые вы режиссировали, сняли себя. Ну да. Всего в одном. Там были еще такие маленькие эпизоды. Ну эпизоды, это вообще такая фишка вообще у режиссеров. Даже Тарантино любит там где-то вдруг пробежать. А как вы вообще относитесь к тому, что есть целая прияда режиссеров достаточно известных и у нас, и на Западе, которые снимают себя в главных ролях? Ну там Вуди Ален, это вообще такой классический пример. В принципе, как это? Вот расскажите мне, вот как вы, как режиссер, работаете с актрисой Аней? Понимаете, смотря в каких реалиях. Все-таки мы сейчас живем в 21 веке и живем в России, где темпы производства, ну, желают лучшего. Я имею в виду по срокам. То есть где наше то большое кино, когда... Извините, то есть у нас темпы отличаются от западных? Безусловно. Отличаются? Я просто не знаю. По всему отличаются. Да, по всему. Бюджеты А. Время Б. Время на съемки и время подготовки. То есть если у нас почему-то, я не могу понять, почему-то у нас сериал считается какой-то там низкопробный, ну, немножко как, ну, ой, ну, это не кино. Ну, там такого нету. Все зависит. Там сценарии лучше даже в сериалах, чем в полных метрах. Я, кстати, очень... Я давно, наверное, только кит, который я видела в фильм, ну, меня как-то так поразило именно в сценарном плане. Вот. Потому что по материалам, ну, для меня, хотя я такой киноман немножко, сериалы там по сценарным делам намного интереснее, чем полные метры. Вот. У нас, к сожалению, к этому уже сейчас по-другому меняется, но относятся... Особенно то, что на телеке. Вот. Почему-то как-то так считается, что это, ну, такой вот... Низкий замок. Потому что, мне кажется, немножко унижают зрителя. Потому что я говорю, почему вы так? Вот почему так? Ну, это смотрят бабушки. Я говорю, подождите, уже прошло столько лет, эти бабушки, у них три высших образования, подождите, даже если они бабушки. Ну, то есть немножко... Вот. Это же не только вот эти тети в деревне, это же есть вообще-то и города. Да. Вот. Есть все-таки интеллигенция, которую никто до конца вышибить не может. Вот. Поэтому если бы так чисто гипотетически предположить, что вот у тебя есть время на подготовку, ну, реальное время, не те там, в лучшем случае, два месяца, а хотя бы полгода, где ты можешь... А это самое главное, в любом производстве, в любом. Если ты хорошо подготовился, тебе будет легко снимать. Потому что у нас, получается, в большинстве случаев все-таки параллельно готовятся еще уже во время съемок. Съемки идут, а мы все готовимся, еще сценарий на коленке дописываем. Ну, вот так есть. Я же не выдумывал, я как бы знаю. Вот. Поэтому, если бы... То почему бы и нет? Паркуа бы и не познаете ли. Потому что, конечно, хочется такой роли. И где тут режиссер? Я все жду, когда он придет. Мой, именно мой. Вот. Потому что актриса-то непростая. Поэтому я жду. Он должен появиться. А у вас есть вообще режиссер мечты какой-нибудь? Режиссер, которого вы просто очень хотели бы сняться. Сняться? Да. Вот из наших живых? Ну, да, да. Вот чтобы сейчас нас кто-нибудь услышал. Саша Велединский. Я ему об этом напрямую говорю. Не зовет? Пока нет. Но он же жив. А у Катиненко вы не снимались? Он же ваш учитель, наставник. Нет. Понимаете, вот с удовольствием бы, но вот не зовет. Он почему-то меня не видит. А он вообще практикует это? Кто-нибудь из тех, с кем вы учились вместе у него? О, они снимаются у него? Я не помню таких. А с кем вы вообще вместе осваивали режиссерское ремесло? Коля Хамерики со мной учился, Леша Мурадов учился, ну, кто из рабочих сейчас, ну, в смысле, кто в профессии. Я понял, да. Не общаетесь? Ну, вот как-то интересно так жизнь, она идет какими-то такими спиралями. Такое ощущение, что ты вот где-то выпадал, потом вот, ну, возвращаешься и где-то так встречаешься. Кстати, у нас был какой-то очень интересный все-таки курс, и нам дико повезло с мастерами, потому что у нас Хатиненко, Фенченко, Фин, потом у нас Герман параллельно, потом у нас Меньшов, потом у нас Смирнов. Ну, то есть это какой-то... Мы были в каком-то... В цветнике вообще. В нас, мне кажется, вложили столько, что... Я говорю, самое... В чем вот я дико благодарна вот высшим курсам, именно тогда нашему именно потоку, потому что нас научили говорить на киноязыке, что все-таки очень важно, знаете, потому что можно ходить на курсы английского и не научиться говорить, правда? Или забыть все, к чертовой матери. Простите, что ругаюсь. Вот. А вот нас научили вот этому киноязыку, и это безумно ценно. И, конечно, Хатиненко, вот, педагог от Бога, и все его студенты, они просто профессионалы. Конечно, все в зависимости от своего таланта, то есть, естественно, как он говорил, деточки, я вас научу говорить, а дальше все будет зависеть от вас, что правильно. То есть, это не тот... Потому что Герман своих еще студентов, все-таки он так давал все время дебюты, а Владимир Иванович говорит, плыви, выплывешь. Ну, это тоже ход. Вот. Вот. Поэтому это какое-то очень такое правильное было время и правильное место. Вы упомянули, и я, поскольку считаю, что перекресток это в вашей, как бы, судьбе значимый фильм, вы там снимались с Леонидом Ермольником. И у Германа, ну, понятно, самая такая значительная роль Леонида Ермольника – это в «Трудно быть Богом». Два вопроса. Первый. Как вы вообще относитесь к этой работе «Трудно быть Богом»? Это как раз работа. Мы как раз когда учились, Герман начал снимать этот фильм. И снимал же он уже безумно долго. Да, это, по-моему, рекорд, по-моему, в отрасли. Да, и в отрасли, да. И все его студенты там были у него на стажировке. И кто-то там даже, кто-то, как это, вырос на этом, кто-то умер на этом. Но это был такой очень длинный проект. И смотреть мне его было очень тяжело, честно могу сказать. Потому что уже мы видели какие-то с площадки вещи, материал безумно интересный. И мне, честно говоря, в этом проекте мешал звук. Там что-то было со звуком. Я не разбиралась дотошно, но там что-то... Он был отдельно от фильма, и это меня очень сильно сбивало. «Проверка на дорогах» – это один из любимейших моих фильмов. Поэтому я всегда... Знаете, как незаконченная пьеса для «Механического пианино» я готова Никите Сергеевичу простить все, потому что у него есть это, и больше уже ничего не нужно. Я могу вот эти фильмы смотреть вот так вот по кругу, понимаете? Согласен, да. Абсолютно с вами согласен. Поэтому есть такие мастера, которые... Почему-то все считают, что если ты мастер, ты должен выдавать прямо, ну вот, шедевр за шедевром. Но это неверно. И потом некоторые вещи со временем ты пересматриваешь по-другому. Ты, может, думал, ах, нет, а потом через какое-то время, как «Мастера Маргариту» перечитывать, ну, читаешь, ну, что-то между строк. Я ко второму вопросу подаю. Мне Кирилл Эмильевич Разлогов, в моей системе координат, самый значимый наш киновед, говорил, что Ермольник очень недооценен как актер из-за того, что вот он начал с этого «Цыпленка табака». И сейчас вот упомяешь Ермольника и говорит, а, типа «Цыпленок табака». Как бы вы вообще его как актера? Мне безумно понравился Валерия Тодоровского «Одесса». Прекрасный проект. И Леня там тоже просто замечательный. И это очень здорово, что вот у него сейчас есть такие роли. Я думаю, да, безусловно, есть, как мы говорили с вами, что какое-то клише ставится на артистах. Да, человек становится заложником некого образа. И это бывает очень сложно разбить и оттуда вырваться. В фильме «Одесса» я даже Валерия написала, что это просто замечательный. Просто замечательный фильм. А вы с Тодоровским хорошо знакомы, да? Вы знаете, он мне... Я такая забавная. Я все-таки вот сейчас, отматывая себя обратно, я думаю, боже, какая дурь была вообще. Мне, кстати, тогда Валера... Валерий Петрович, правильно? Предложил... Предлагал кино снимать. А я говорила, ой, нет, мне сценарий не нравится. А это был полный метр на минуточку. А я сказала, нет. Представляете? Я сказала, нет. Сейчас, вот я думаю, вообще, ку-ку. Просто ку-ку. Ну вот я такая была. Вот нас так научили. Вот так вот. Вернемся к Ермольнику. Вы до перекрестка, до работы с ним были знакомы? Нет. Он уже был Ермольником в тот момент. Ну, как вот... Насколько он, скажем так, демократичен? Как вот он с красивыми актрисами общается на площадке? Ну, такой... Да, ну, Лень такой звезда. Да, вот я про это и говорю. Он всегда вот такой звезда. Я была так, конечно, вот так смотрела. Он такой приезжал всегда на таких, ой, крутых машинах, боже мой. Особенно в Москве, когда мы снимали, у него же есть слабость к интересным, там, раритетным автомобилям. Поэтому Ермольник приехал, это, знаете, Ермольник приехал. Работали мы быстро, сложно. Но с ним легко. Работать легко, да? Работать легко, да. Я вообще считаю, что люди профессиональные, они могут там вот в гримёрке ещё звёзд включать, да? А на площадке всё же и так понятно. То есть можно лампочки гостей. То есть вам вообще не приходилось сталкиваться в работе с тем, что кто-то вот корону ласит? Когда как режиссёр работали, когда как актриса на площадке? Мне кажется, это зависит от твоего... Вам приходилось сталкиваться с этим, когда вы ловили себя на мысль, что человек включил вот звезду, как вы говорите? Ну, чуть-чуть. Я не буду упоминать фамилии. Естественно, вы никогда не упоминаете. Ну, безусловно, у некоторых... Ну, это сбивается быстро. Если этот артист, у меня это сбивается быстро. То есть я такой... А у Игоря Бочкина были эти моменты? Он всё-таки народный артист, узнаваемый. Сознаваемый. Моему мужу должное. Он суперпрофессионал. И даже если... Это же разные вещи, мне кажется. Разные вещи. Профессионализм и вот зазвездить. Мне кажется, чем больше человек, тем меньше он звездит. Если можно так выразиться. Вот. Ну, а Бочкин суперпрофессионал. И даже если он со мной был не согласен, по-моему, на одном проекте только он ко мне подошёл и говорит, «Чё-то ты не туда». Ну, там был какой-то очень сложный. Это совместный был проект, где когда вы совместно работали? Где он у меня снимался, да. Я честно могу сказать, что я всегда стараюсь брать его в свои проекты, потому что я считаю, что он недооценённый артист. Он настолько большой, что его боятся. И все эти роли, даже которые он у меня снимался, они настолько маленькие для него. Смотрите, как маленькая рубашка. Хочется какого-то большого материала, и я просто, зная его, понимаю, что даст бог он случится. А если мы вашу фильмографию рассматриваем, чем вы гордитесь более всего? И что вы считаете неудачей своих? Мы сейчас говорим про актрису, а не про режиссёра. Я помню, в каком-то проекте я снималась, и, помню, сижу на берегу, в бочке ему звоню, говорю, «Ты говорила, что я снималась в «Позорике». Так вот нет! В «Позорике» я снимаюсь сейчас! «Позорик» – это первый раз слышишь такое. Ну, несмотря на это, что, безусловно, в моей актёрской биографии есть значимые роли, есть менее значимые роли, или сценарии, или проекты, я всё равно к ним очень трепетно отношусь. Потому что это история моей жизни. И я, даже если не у Дашечка... Не у Дашечка, ещё один термин. То я вот всё равно люблю, потому что это... Люблю вот эти проекты, потому что это связано с определёнными людьми, с которыми я встречалась на этом проекте. Вот. И иногда это важнее, чем сам результат. А кино – это вообще уникальная вещь. Я не знаю, в чём фокус. Я не знаю, мне кажется, никто не может угадать, потому что оно же может... Как это? По процессу всё очень похоже. Но вот этот результат, когда всё вот эти составляющие складываются, никогда неизвестен. Ты думаешь, ты снимаешься в какой-то... А потом хоп! И думаешь, ничего себе! А все были пьяные. Вот. Понимаете? Поэтому... Это какое-то всё-таки чудо. Ну, я так к этому отношусь. Я, может, конечно, такой идеалист. И как Бочкин говорит, ты своей бульбашской вот идеологии. Вот. Хотя, почему бульбашской? Всё-таки... Вы же бульбаши все там, белорусы. Да нет, у меня, по-моему, всё-таки все поляки. Вот. Поэтому там... Там, по-моему, половина Белоруссии. Да. Там евреи или поляки. Но там же всё вот это вот намешано. Вот. Поэтому не знаю. Ну, я вот, честно говорю, влюблена в кинематограф навсегда безоговорочная. И, не знаю, мне кажется, это самое интересное, что может быть. Вы когда, ну, про Белоруссию открыли эту дверь, лет шесть назад вы давали интервью в проекте, рождённый в СССР, Володе Глазунову, моему коллеге и товарищу. И вы там как-то пробросили, что Минск красивый, но больной город. Да? Да, вот это вот я вот прям-прям пересматривал. И он почему-то не ухватился за... Но это не спросил, что именно вы имеете в виду? Ну, то, что красивый, это здесь понятно. Что вы имели в виду, чем он болен? Потому что из него всё время уезжают. Это парадокс. Из этого города уезжают талантливые люди. Их очень много по всему миру. Я не могу объяснить этот феномен этого города, почему оттуда вот чуть-чуть человек, и он убегает. Вот я не знаю, что это. И почему это. Притом при всём, что город правда чудесный, и сейчас он вообще такой стал красивый, ещё красивее. И все, кто приезжает временно в Белоруссию, все в восторге прямо от Минска. Но мне энергетически там хватает трёх дней, и я бегу. А в советские времена это была по сравнению, допустим, с Москвой провинция? Или это всё-таки была столица республики союзной? Или всё-таки... Я слово провинции, я не вкладываю никакой негативной коннотации. Я поняла вопрос. Как это сказать? Сейчас у каждого города, у каждого места есть планка. Вот есть такая высота, которую ты берёшь. А дальше почему-то эту планку не переставляют. Понимаете, о чём я говорю? Да. Вот везде. А в Москве она всё время переставляется, вот эта планка. Поэтому никто допрыгнуть не может. Вот в чём уникальность Москвы. Потому что я сколько себя помню, я всегда топала именно в Москву. Почему? Ну вот такой энергетический, такой организм. А какая у белоруссильма была вот в киношной среде репутация? Что говорили про... Партизан-фильм. Партизан-фильм, да? Да, потому что очень много военных картин снималось. Ну ещё бы такая история. Просто, да, да, безумное количество снималось. Белоруссильм, кстати, тоже такое намоленное такое место. Там такие старые коридоры, и что-то в нём есть энергетически. И, слушайте, ну когда-то в союзных республиках всё было прекрасно. Понимаете, был Таллинн-фильм, в Риге была чудесная киностудия. Где у нас? Одесская киностудия. У нас же были эти киностудии, всё же было. Потом всё... Студия Довженко. Довженко. Всё это потом куда-то разнесли по кусочкам. К сожалению большому. Ну, они же выдавали очень много фильмов. Просто какое-то колоссальное количество фильмов выдавалось. И Беларусьфильм тоже наряду с этими выдавал тоже очень много-много интересных проектов. А Станюта, которая у нас была просто чудесная. Я её из детства помню, как я бегала по коридорам к ней на озвучание. И смотрела, как она звучала. Потому что раньше же звучали не как сейчас, в наш 21 век, когда ты скажешь А, и твоё А подвинут куда ты захочешь. Ещё обрежут, вставят туда О, растянут, и мы попали. Понимаете? Раньше же было по-другому. Плёночку крутили. Да. И по кругу вот так. А ещё звучали как два артиста, три артиста, если они в кадре. А не по одному. И это было живое. Поэтому этот звук, он не расходился. А сейчас вот там какая-то вот теряется немножко. Я помню, как я стояла, а вот она звучала. Я тогда, кстати, научилась звучать. Я поэтому сейчас и звучу как пуля, и терпеть не могу. Вот это подвинь, Маня. Какой подвинем? Я попаду. Я стреляю метко. Ну, мне даже вот, мне кажется, это... Сейчас, правда, сейчас же пишут всё-таки живой звук в большинстве. И там тебе сейчас на озвучке там три фразы там. Где-то там самолёт пролетел. Вот. Вы, кстати, говорили, что вам приходилось с говором бороться. Был лёгкий-лёгкий... Был. Я, естественно, его не замечала. Но в Беларуси есть, знаете, какой говор? Какой? Сейчас скажу. Там тянут немножко. Без двадцати. Вот это мягкое Т, С, Т, Т. Вот. И вот это без двадцати. У меня Бочкин, знаете, как надо мной издевался, когда мы репетировали в театр. Который час я говорил, без двадцати четыре. Что? Что она сказала? Это правда было. Я не замечаешь этого. Но вот эта мелодика белорусская, она есть. И когда я сейчас приезжаю в Минск, я её слышу уже. Вы, кстати, как-то говорили, что надо бы вернуть цензуру, и что в советское время была выше планка профессиональная. Да. Может быть, просто это потому, что... Ну вот я тоже там рождённый в СССР, советский человек. Может, потому что это вот какая-то ностальгия. Мы были там и помоложе, и парфейн был подешевле. Может, нам кажется, что прямо кино такое? Или оно действительно было лучше, чем нынешний советский кинематограф? Безусловно, было лучше. Прямо безусловно. Вот серьёзно, безусловно. Нет, я не в качестве полемики. Я у вас какого профессионального человека пытаюсь... Мне кажется, что золотое время кинематографа, вот эти 70-е точно, в 60-е, 70-е, я про 80-е не говорю, но вот когда... Ну, 70-е, скорее всего, оно было правда золотое. И, конечно, столько картин, просто столько мастеров, столько режиссёров, столько монстров. Где они, эти монстры? Все передохли? Что, сейчас нет интересных режиссёров? Личности. Личности. Ну, я не знаю, может быть, они где-то там прячутся. Их очень мало. Но вот именно всё-таки масштаб личности... Знаете, как было? Если там, знаете, вот если народный артист, он действительно был народный. А сейчас народный, знаете, сколько? Бочки народные, кстати. Вот он народный. Ну, а так сейчас каждый второй народный. Но это же не значит, что он народный. Вот. Это не то. Нет, нет, мороженое было сейчас вкуснее, не надо. Я вот, вот у меня вот этого нету. Ой, а вы знаете, вот у Игоря скорее есть, а у меня вот этого нету. Нет, мне дико интересно жить, и я помню кучу недочётов. Мне кажется, что мы вообще счастливые люди, что мы добрались до 21 века, и у нас столько неожиданных предложений, и мы находимся на таком... Всё время что-то предлагается, и есть, как это, ты всё время учишься. Потому что, во-первых, технологии развиваются. Хотя, могу сказать, сложнее снять про людей, чем нарисованная киношка. Его, конечно, если большой бюджет можно нарисовать, и сейчас компьютерная графика дошла тоже до предела. У нас, правда, бюджеты где-то, а где-то они пилятся. Ну, по дороге, что жаль. Вот, но я всё равно люблю такое, знаете, Бергмана больше. Ну, вот в кинематографе, когда ты видишь людей, видишь роли. Не вот это вот, хотя я люблю вот этот монтаж такой быстрый, но всё равно, когда личности, когда есть монологи, а только сейчас в большинстве случаев всё так быстро, вроде интересно, но ты забыл про это, вот посмотрел и забыл. А когда действительно... Когда артисты делают что? Роли, да? Всё. Есть роль, есть артист, нет роли, нет артиста. Вот, поэтому даже не всегда режиссёр, хотя без режиссёра всё кажется, вот я сейчас пойду и сыграю, нифигасики. Но играешь ты как собака без режиссёра. Потому что должен всё равно кто-то быть рядом, кто тебе так по ушам надаёт. Ну вот, а вы, вы актриса слэш режиссёр. Вам не нужен же режиссёр, вы же сами можете себя... Ну, конечно, нужен. Нужен, да? Нужен, конечно. Я себя со стороны, нет. Всё равно надо направлять. Тебе кажется вот так, а на самом деле нет. А что вы имеете в виду, когда говорите, что нужно возражать цензуру? А, возвращать цензуру? Да. Что надо цензуировать? Что у нас? У нас вот закон был несколько лет назад, чтобы... Матом не ругаться? Ненормативная лексика — это раз. Блюрить вот табачный дым, когда непонятно, что вот это вот человек делает. Слушайте, ну вот это, кстати, я не понимаю. Перебор. Это правда, перебор, потому что курить, пить, ну, извините, это из жизни любого человека никуда не девается. А ненормативная лексика, она же в жизни имеет место. В жизни имеет место. А в кино не может? В кино, знаете, как это говорят, если без этого невозможно, то имеет место. А если раздеть, чтобы голая ходила просто, ну, и что? Ну, если это на смысл работает, и без этого никак. Поэтому я и говорю, что все-таки каждый проект индивидуальный. Нельзя, так сказать, замазали номера у машин, мы не видим, что это значит эти... Нет, логотипы же. Мы не в курсе, что это BMW. Нет, не в курсе. И что человек, как вы говорите, там. И что он там пьет? Компот, конечно. Ну, вот какие-то цензуры я про то, что... Я могу сказать, кстати, один из моих проектов, который я должна была снимать на Беларусьфильме, когда только закончила. Раньше что же было? Защита проекта. То есть это вот... Я еще попала... Вот на Беларусьфильме это еще оставалось. Ты должен был конкретно защитить свой проект. Перед комиссией, в которую входили там всякие важные и умные люди. Значит, то есть... Я хочу уточнить, Ань, вы когда говорите важные и умные, вы имеете в виду, что они в кавычках важные? Нет, нет, нет. Или что они реально умные и важные? Нет, реально. Хорошо. Нет, нет, я просто... Которые имеют какой-то вес. Авторитетные. Нет, авторитетные. Которые там, ну не знаю, либо с большим багажом. Нет, нет, я... Без иронии. Без иронии. Я помню, к сожалению, этот проект не состоялся, потому как денег куда-то... Ой, это тоже история такая. Кстати, кино было про кино. Потом уже после моего кино уже кучу похожего сняли. Но тогда этот был отличный проект. Он назывался «Хлопушка». У меня должен был играть Виталий Соломин в главной роли. Вот сначала он умер, а потом... А, то есть он не состоялся из-за смерти Соломина? Да, сначала он умер, а потом деньги, которые там были половину какие-то бандитские, где-то эти... В общем, где-то они там зависли. Мне сказали, знаешь, Аня, давай не на пленку... А на цифру? А на цифру. Я такая... Фух! Вот. Было и такое. Кстати, так я говорю, как защищался этот проект. У меня были раскадровки вот такая вот. Эскизы к каждой сцене. То есть было всё. И ты это должен был доказать вот этим 10 или сколько там, 15 человекам. И все должны были сказать, пусть плывёт. Вот. Поэтому, мне кажется, это важно. Вот. А у нас сейчас что? С одной стороны, это здорово. Что... И, конечно, слава богу, у нас сейчас появились куча платформ, которые... На которых всё-таки можно... Ну, интересный материал какой-то, который вот на телевизоре в том же... Ну, не покажешь по каким-то... Опять-таки, цензурным вещам. А теперь всё-таки есть платформы, где можно экспериментировать. Потому что я, конечно, за любой кипиш и за эксперимент. Но цензура я в плане в том, что... Вот, правда, непонятно, кто эти люди, которые сейчас должны сказать. Да, о судье кто. Да, о судье кто. Кроме Никита Сергеевича Михайловского. Ну, вот я про вот это. Но всё-таки они есть. Знаете, всё-таки вот на наших высших курсах ещё преподают эти динозавры, которые могут всё-таки... А вот, допустим, ненормативная лексика. Есть такой тезис, слышал от ваших коллег, что на экране, не только телевизионное кино, нет, на сцене, пожалуйста, потому что театр — это совсем другое. Как вы к этому относитесь? Я в театре ненавижу, когда матерятся. То есть вы сейчас прям обидели и Кирилла Серебренникова, и Константина Богомолова, самых модных наших режиссёров, взяли и прям вот... Слушайте, ну модно это не знаю. И у каждого вообще вкусы свои, понимаете? Поэтому это чисто вкусовщина моя такая. Я вот не приемлю этого в театре. Мне кажется, что это от... Как это сказать? От беспомощности происходит. Вот именно в театре. То есть ты другого способа выразить мысль... Ну, у тебя его нет просто. Поэтому я не считаю, что это достоинство, особенно сцены, и особенно когда живое искусство. А вы видели вообще эти работы в Гогольцентре? Ходили? Да, ходила, ходила. Был потрясающий спектакль «Кому на Руси жить хорошо». Прекрасный был просто. Я была под большим впечатлением. Ну, то, что мне действительно понравилось. И недавно я сейчас тоже была в Гогольцентре. Там, правда, всё уже по-другому. Старайтесь за всеми такими модными, шумными постановками следить, то есть прийти и составить своё собственное мнение. Да? Я вообще в целом люблю своё мнение. Я не могу говорить, потому что мы знаем прекрасно, что статьи могут быть заказные. Конечно. Ну, то есть и так далее, и тому подобное. Поэтому есть, конечно, какие-то люди, к кому я прислушиваюсь, которые напишут что-то, и я знаю, что эти люди не будут там лукавить, и это действительно. И тогда я скажу, ага, надо мне тоже посмотреть. Всё-таки тоже. Всё же тоже посмотреть. Но в принципе, в принципе, не всегда это оказывается, потому что я, ну, я вот зритель такой, какой я есть. Мне сложно, например, говорить или хвалить. Знаете, просто можно сказать... Если я хвалю, то это действительно хорошо. Либо я скажу, вызывает впечатление. Есть такой вариант. Потому что Игорь, я знаю, что Бочкин, например, 15 минут, он всё сразу понял. Он... Я не должен терять своё время. А я вот ещё могу досмотреть до конца и что-то там вот найти. Конечно, всё-таки театр и кинематограф – это всё-таки идеология, безусловно. И на этом воспитываются. И это очень, как это сказать, очень влияет, ну, на самом деле... А воспитывается ли, если мы с вами говорим про то, что есть вот молодняк, который в театр не ходит и... Ну, неправда же. Ну, неправда. Театры полные. На хорошие спектакли... Я с ребёнком хожу в театр на хорошие спектакли битком. И молодые тоже ходят, да? И молодые ходят. Ходят, ходят. Ну, на хорошие спектакли. Я говорю, есть детские спектакли прекрасные. То есть это всё есть. Слава богу, что это есть. И слава богу, что есть выбор. И мы, конечно, живём в фантастическом городе, где театров, там, я не знаю, мама дорогая. Поэтому тут, правда, есть выбор, куда идти и что смотреть. Правда, ружьё стреляет не так часто, как хотелось бы. Но всё равно, но всё равно, во всяком случае, человек придёт и хотя бы классику услышит. Хотя бы. Но это, безусловно, воспитательная работа. И кино тоже. И когда я говорила про цензуру, поэтому любой материал творчества, оно должно иметь какую-то цель. Если оно несёт какой-то смысл... Как минуточку вот здесь. А разве вы в защитную позу сели? Села, да. Вы приготовились к тому, что что-то будет неприятно. Вы сказали минуточку. Неприятно. Нет, нет, сидите. Да, да, хорошо, я закрылась. Разве творчество это не может быть просто самовыражением? Вот вашим личным. Вы что-то хотите сказать, что-то чувствуете? И вот разве вы должны обязательно держать в голове какой-то воспитательный аспект? Послушайте, ну, я так отношусь к творчеству, что, ну, действительно, искусство в массы, оно всё равно несёт что-то. Иначе это не искусство и не шедевр. Ну, для меня. То есть, минуточку, когда вы... Ещё раз, минуточку, ещё одну минуточку. Нет, я вас перебью. Я скажу, вот самовыражаются сейчас именно на, как это, запрещённых площадках. Вот там выражайся себе, развыражайся. И вот там люди все, кому не лень, вот и выражаются. А если брать, там, ну, по большому счёту, да, по гамбургскому, так сказать, то, конечно, искусство, оно... Если я не заплачу на спектакль или не засмеюсь, ну, и этот спектакль ничего, пустышка. Если эмоцию не вызвал, то это... Безусловно, иначе это не искусство. Потому что искусство вызывает эмоцию. То есть тогда оно работает. Да, оно обязательно не воспитывает при этом. Оно всё равно, оно всё равно, хотим мы или не хотим, воспитывает. Потому что у человека влияет это, знаете, как 26-м кадром. Ты никуда не денешься и пойдёшь купишь этот порошок. И даже вы, Женя. Понимаете? То есть там вот этот вот, где-то эти файлы, они всё равно записываются. Поэтому, безусловно, оно что-то несёт. Либо про любовь, либо про смерть, либо про что. Про что? Про что я смотрю? И посмотрю ли я это второй раз. Не факт. А сына ограничиваете? Да, безусловно. Безусловно. Потому что мультипликация, которая сейчас есть, то есть она просто засоряет мозги. Ну, слава богу, Ваня смотрит хорошие мультики. Иногда, конечно, он это всё видит. Потому что кто-то там из его дружбанов смотрит это всё. Но в плане планшета, значит, сделал зарядку, посмотрел мультик, на трубе подудел, посмотрел мультик. А так нет. Надо заслужить это. Но он, слава богу, обожает книжки, обожает читать. Книжки вы имеете в виду бумажные? Бумажные. Бумажные. У нас такая читающая семья. У нас, знаете, как это? Приходите в гости, если у человека нет книжек, надо задуматься. Вот книжек, правильно ли я сказала? Книг. Нет, мы, я люблю... Чего книжек можно? Да. Я люблю именно бумагу. Игорь любит, Ваня любит. Он из детства. Он обожает, когда я ему читаю. И я люблю вот именно живую книжку. Потому что вот это... А вот Иван Игоревич в каком возрасте осознал, что у него родители, скажем так, не вполне нормальные? Ну, в том смысле, что звёзды. Я думаю, что он ещё не осознал. Не осознал до сих пор. Он ещё не осознал. Он так к этому относится. Он вообще говорит, такой, в детстве вообще это глупо быть артистом. Ну, во взрослом возрасте. Ещё там типа... Вот как-то так. Да, он так говорит. Он не осознал. Он говорит, кто твой папа? Артист. А мама, артист. Ну, то есть для него это какая-то такая обыденность. Он такой, о, это папа, ты на самом деле тебя там побили или пороли? Ну, то есть такие вопросы, то есть он к этому относится как, ну, к части какой-то такой вот... Для него это обыденность достаточная. Вы видите в нём задатки, которые позволят ему пойти по стопам родителей? Ну, красавчик, да. Это вообще ни разу не про это, как мы прекрасно понимаем. Я имею в виду именно вот лицедейские, так сказать. Вот он артист? Ну, все дети артисты, знаете. Все дети манипуляторы, артисты. Ну, если там по психологии смотреть. Не знаю, куда его потянет. А вы с Бочкиным, как вы его называете, не обсуждали будущее наследника? Слушайте, ну, конечно, в семье, как вы говорили, не очень нормальных людей. Конечно, но он очень хорошо рисует, правда. У него есть склонности, потому что я тоже... Ну, у меня папа хорошо рисовал, я в детстве, к сожалению, это забросила. У него действительно это есть. Вот, он прям вот чувствует, и правда интересно всё это располагает на бумаге. И у него есть эти задатки. Не знаю, куда его, это ему решать. Он уже конкретный товарищ. Ну, я от очень многих, допустим, ваших коллег слышал, что вот мой ребенок никогда, да, дочь никогда, сын ни в коем. Вот такого у вас нету. Нет, нет. Во-первых, я не могу сказать, что это ужасная профессия, потому что это прекрасная профессия. И я не знаю, почему говорят, что она ужасная. Про зависимость от звонков, от... О кастинге, разве кастинги... Скажите мне, пожалуйста, где нет зависимости? Давайте мы с вами поговорим. И расскажите мне про какую-нибудь профессию, которая независима. Вот есть ли вообще такая профессия? Вопрос. Не, ну, допустим, стоматолог, он вот лечит все зубы. И она независимая, вы думаете? Ну, всё-таки он не сидит же у телефона и не ждёт, что он позвонит. Знаете, здесь надо мост там поставить или пломбу. Да нет, у нас есть друг-стоматолог, ему всё время звонят, надо мост поставить и зубы поменять. Ну, хорошо. Ну, да, поэтому... Нет, мне кажется, зависимая, даже доярко зависимая, потому что ей вставать в 5 утра корову дойти, она от коровы зависит. Да, но она встаёт каждый день, она знает, что 5 дней или сколько там дней в неделю она встанет и пойдёт доить. Ну, да, и Оскара никогда не получит. А у нас всё-таки есть, понимаете, такая возможность. Да, и есть плюсы, и есть минусы. Да, везде есть плюсы и минусы. Мне кажется, все люди зависимы. Знаете, меня в своё время Константин Райкин совершенно поразил тем, что он сказал, что нет человека в мире. Да. Почему-то он, не знаю, почему-то сказал, даже самые богатые, почему-то сказал, мечтают стать актёрами. Вы как считаете, что это действительно, что все люди мечтают... Нет, безусловно, не все, но есть люди, у которых какие-то есть амбиции. Понимаете, всё-таки кино со стороны кажется таким, какой вот эта вот великая иллюзия. Да, какой-то сказкой. Нет, я знаю, что это очень трудная работа. Да, и когда люди, как это, не понимают вот этой вот обратной стороны Луны, то они вот так рассуждают. Ну, когда кто-то... Это же, пожалуйста, вперёд. И... Ну, это профессия, это кажется, что артисты ничего не делают, просто там ходят, улыбаются и красиво поворачиваются. Автографы задают, и по красным дорожкам. Да, и по красным дорожкам, в красивых платьях, с брюликами на прокат. Да, ну, нет, всё же это же... Нет, я как раз, у меня в этом смысле нет иллюзий. Аня, у нас программа называется «Золотая рыбка», потому что у нас есть рыб золотой. И по формату вы просто должны и обязаны что-нибудь у него попросить. Я хочу в театре сыграть в спектакле с моим мужем. Ну что ж, это как раз вот несказочное, вполне реализуемое желание. Пусть оно так и будет, и чтобы, когда мы в следующий раз встретимся или с вами, или с Бочкиным, я надеюсь, ещё увидеть в студии, чтобы мы уже про это проговорили, как про состоявшиеся, чтобы ваше желание было реализовано. Желаю вам исполнения ваших желаний. Спасибо за беседу. И вам, Жень, спасибо.